Дорогие друзья, приближается 300-летний юбилей нашего родного города Екатеринбурга. Это будет большой праздник, и добрые люди, и в частности фонд Святой Екатерины и его очередители, приготовили для нашего города великолепный подарок. Это будет собор во имя Святой Великомученицы Екатерины. Он будет выполнен, если судить по чертежам и эскизам, он будет выполнен в древнерусском стиле, будет он белокаменным и будет он украшен резьбой по камню. Поэтому город наш не имеет такого кафедрального собора, поэтому, когда нам говорят, что у нас много храмов, и зачем нам еще один очередной храм, таким людям хочется возразить. Да, у нас храмов много, но у нас нет главного храма. Храма, посвященного небесной покровительнице нашего города. Иногда говорят, что храмы пустые, храмы пустуют, в них нет молящихся. Но на самом деле это не так. Если мы днем зайдем в любой театр, когда там нет спектакля, то мы также увидим пустой зал. Храм пустой тогда, когда в нем нет богослужения. Но если мы приходим на литургию или на всеночное обдение, в любой храм нашего города, он заполнен, а по большим праздникам, таким как Рождество или Пасха Христова, мы часто видим, что люди молящиеся даже стоят на улице, потому что храмы не вмещают всех, кто пришел помолиться. Друзья, не надо бояться нового. Наша психология такова, что все новое мы скорее воспринимаем в штыки. И на всякое предложение мы говорим нет. Да, психологи говорят, что естественная реакция человека на всякую новизну – это отрицание этой новизны. И даже есть такой термин «контурсугестия» – это сопротивление внушению. Мы привыкаем к старому халату, к старым удобным стоптанным тапочкам. Нам так уютно в этой домашней одежде, нигде не жмет, нигде не трет. Но кроме стоптанных тапок и старого халата, есть еще красивое вечернее платье и новые красивые модельные туфли. И эта одежда нам тоже нужна. Вот если прибегнуть к такой аналогии, то можно сказать, что у нас есть храмы, в которых мы совершаем повседневные богослужения. Но будет собор, в котором будут совершаться соборные богослужения. На эти богослужения будут приходить молящиеся со своих приходов, из своих храмов. Там будут архиерейские богослужения. И вообще, давайте вспомним, что слово «собор» и слова «собрать», «собираться», «собрание» – это все слова одного корня. И, надеюсь, я очень хотела бы в это верить, что кафедральный собор во имя святой великомученицы Екатерины будет тем самым местом, которое соберет вокруг себя всех. И к тому же сама святая великомученица Екатерина была прекрасной молодой женщиной, которая знала иностранные языки и могла спорить, аргументированно спорить с лучшими мудрецами своего времени. И если бы наши молодые люди изучили ее житие, то я думаю, что для многих ее жизнь стала бы примером. И будем молиться, чтобы такой собор в нашем городе был построен, чтобы он был построен именно к этой славной дате – 300-летию Екатеринбурга. И будем молиться о том, чтобы этот собор помог нам забыть все наши разногласия, наши споры, наши дискуссии и объединил всех нас в своих стенах, собрал нас всех в своих стенах, чтобы сама великомученица Екатерина собрала нас, всех горожан, вокруг себя.